Ребята, привет! Поговорим сегодня о матерях. О тех матерях, которые отправляют своих детей на убийство украинского народа и гордятся этим. Потом, когда вместо сына они получают черный мусорный пакет, ладу-калину или машину дров, они проклинают Украину и совершенно не могут разобраться в причинно-следственных связях всего происходящего. Будь ты проклята, Украина! Чтоб тебя было полы сегодня! Почему? 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 Таких женщин, к сожалению, в моей стране огромное количество, и моя семья тому не исключение. В Украине два года убивал мирное население мой двоюродный брат. Сейчас он приехал домой, чтобы пожениться, и вскоре снова поедет выполнять свой долг. Его мать, моя тетушка, тоже считает, что ее сын герой. Этот герой до того, как пошел убивать в Украину, заключив контракт с ЧВК Вагнера, потом с Министерством обороны Российской Федерации, воровал у нашей бабушки закрутки, приготовленные на зиму. Ворованное он продавал, а деньги пропивал. В семье все понимали, что он сопьется. Но вот пришла война, и эта особь стала героем, как для его матери, так и близких. Теперь им можно гордиться, не ждать, что он придет пьяный домой, и что его снова придется искать по притонам, где он пропивает ворованное. Это характеристика всех тех, кто приехал в Украину и способен абсолютно на все. Убивать, мародерить, насиловать, пытать. Матери именно таких героев считают, что их сыночки делают все правильно. Два сына провожаю. Позитив? Жду? Гордость? Гордость? И что у президента России должны быть дворцы, потому что, ну он же президент. Рожать ребенка для государства, а не для создания своей семьи будущего, стало в моей стране нормой. Погиб наш сын. Все 40 дней я плачу. Мне очень больно здесь, тяжело. Но у меня здесь еще и гордость, конечно, заняла. Мы все-таки с папкой воспитали, значит, настоящего мужика. И за нашу Россию, и за нашего президента. Мы Владимира Владимировича Путина очень уважаем. У меня смешили. В стране перевертышей сейчас абсолютно все, как по книге Джорджа Оуэрлл 1984. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – это сила.